МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2007 году мне нужно было делать небольшое хирургическое вмешательство по-женски. Общий наркоз, так как это операция, и к этому общие анализы. Я уже была в палате в этой женской, я уже ждала операции, я уже не ела, не пила, я готовилась к наркозу. И заходит врач, и меня всё отодвигает, отодвигали, отодвигали, они ждали анализы. И заходит врач, и говорит, мы не будем ничего делать, тебя переводим в инфекционную палату или в инфекционное отделение при этой больнице, и операцию переносится так, как у меня гепатит С. Первое было, что ошибочные анализы. Я же наслышала, что бывает такое, ну, перепутали, что-то ещё, что нужно сделать ещё, что такого не может быть. Не, ну я расстроилась очень, я ничего не знала об этом заболевании. Я расстроилась, потому что это для меня было одно и то же, что ВИЧ. Началось это не ешь, то ли не ешь. Это запрещено. Сиди на пятом вот этом столе где-то там по ночь. Мама, давай вычитывать информацию в интернете, что, оказывается, есть ничего нельзя теперь до конца жизни. Маринованные овощи, солёные, не знаю, холодец с хреном, сало с аджикой, да. Но всё, что я люблю, это всё запрещенное. И, следовательно, дальше пошли меры безопасности. Ну, отдельные, там, не знаю, ножницы, пилочки, щипчики, они всё это до того строго. А ты что полезла в этот ящик там? Тут твоего ничего нет. Ну, разделение во всём. То, что я заразная. Вот это больше ещё то, что заразное, конечно, пугало, потому что там молодой человек, у него нет гепатита, и он вот это вот постоянно, а нет, это не опасно, а то не опасно. Люди об этом ничего не знают. Многие просто слышали, что это в кипе идёт, там, с какими-то такими заболеваниями смертельными, неизлечимыми. Поэтому я никому никогда не рассказывала. Но сама при этом всегда, там, вот это напряжение, когда, там, надо спрятать бритву, вдруг вот даже она схватит, там, или ещё что-нибудь. Надо спрятать ножницы, надо убрать, надо это. Постоянно в таком напряжении. Его такая неприятная особенность заключается в том, что течёт он часто из подволя. То есть очень редко бывает такое яркое начало, когда очень быстро ставится точный диагноз, потому что определённые клинические проявления, как мы это называем, вот желтоуха, в первую очередь самый такой яркий запоминающийся симптом, это крайне редко, это абсолютного меньшинства пациентов. У большинства больных заболевание протекает скрытно. Усталость, повышенная утомляемость, раздражительность на нервную систему, на центральную систему он очень влияет. Да на что угодно, то есть физически, там, подташнивая, там, не знаю, быстро наедаешься или ещё что-то. А ты потом понимаешь, что, о, да, это всё про меня, а я-то думала, я мало сплю, ну, вот как всегда. Да он постоянно уставший. А многие же тоже не знают, что это симптомы гепатита С. А взаимоотношения между этим вирусом и организмом человека, который инфицировался, эти взаимоотношения могут быть очень различными. У кого-то вирус исходно не поражает печень. И такая форма заболевания ближе находится к понятию вирусоносительства. И такие пациенты могут прожить всю свою жизнь, не сформировав цирроза. А есть пациенты, у которых, да, заболевание прогрессирует, и если его оставить без присмотра, оно обязательно покалечит эту печень. И таких больных нужно лечить специальными препаратами. Мне сказали, что есть интерфероновая терапия, что с моим генотипом, ну, провели исследование, анализы, что с моим генотипом можно пролечиться интерфероновой терапией. Но тут же откинули эту идею, потому что было противопоказание, у меня есть псориаз, он не сочетается с интерфероновой терапией. По аналогии с лечением ВИЧ-инфекции, то есть были созданы препараты, действующие на определенные белки вируса, того, чтобы его фактически уничтожить. Последние где-то 2-3 года фактически появилась возможность отказаться от интерферонов в лечении хронического вирусного гепатита С. Я полечилась без всяких побочек, без чего-то сложного, получив первый отрицательный результат уже на двух неделях. Я прыгала, радовалась, я вообще скакала по квартире, я написала всем своим знакомым, я, не знаю, я всем сообщила об этом, что у меня его больше нет, я опять полноценная, я не заразная. Она стала веселее, ну, как-то более общительнее даже. Иногда даже играем в игру на компьютере, там, смотрим фильмы, кушаем, там, смеемся целыми днями. Да, нельзя было ни загорать, ни ничего такого активного. И мы, как только пришли анализы мои отрицательные, мы уехали месяц, жили в Сочи с ней.